Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Вы хотите пятой целы? Её есть у меня. У меня в группе был турнир, в одной из партий которого я играл за Швецию, против Германии, Америки, Кельтов, Персии и Индонезии. Вот эту партию я и представляю вашему вниманию. Напоминаю, что в комментариях не приветствуются спойлеры и оскорбления участников. Да вообще никакие оскорбления не приветствуются. Почему я так на участниках акцентирую внимание? Партия получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. Приятного вам просмотра. Так, следующий старт. Опа, снова ветра. О, слушайте, тут интересно. Блин. Другое дело, где становиться? То есть у меня выбор либо тут, либо тут встать. Либо ещё вариант тут, например. Я бы скорее тут встал. Ну хотя бы вот две еды будет, да? А потом купим клетку с пшеницей. Ну да, нормально. Это, конечно, вариант под Петру. Очень неплохой. А где же американская река? Про серий старт. Ну, по-моему, примерно такой же старт, как и прошлый. По-другому просто играть, но... Идея примерно та же. Главное, чтобы снизу близко никого не было. Тут через горы, ладно. Тяжёлый выбор, крест или Петра. За кельтов? Да, появился ровно между сверху. А почему ты не можешь под Петру второй город поставить? Какие проблемы? Ну, так, второй кто мне даст? Потом будет ещё и всё. То есть ты хочешь от своего бонуса отказаться заранее? По-моему, это офигенный бонус у кельта сразу пантеон брать. Ну, не, конечно, как хочешь. Конечно, Петру ставь. Петра, Петра, точно Петра. Петра, Петра. Жаль, в кусты не лесу не бывает. Причер, заканчивай там. Петра всё равно заберут. Руины сразу сверху. Ну, я туда лучше скаутом сбегаю позже. Так, лошадей, естественно, откроем. Да, ну, тут я боюсь где-то я в центре всё-таки нахожусь. Там-то сбоку и снизу никого не было. А от остальных я был ограждён горами, а тут, скорее всего, не так будет. А нет, смотрите. Я опять же вот хорошо встал. Не на море. Мне главное городов-государств побольше найти. То есть знать заранее, куда моих великих людей отправлять. Шведских. И обычно вообще рядом со Швецией, ну, бывают города-государства. О! Руинка. Надеюсь на деньги, чтобы купить пшеницу. Иначе у меня очень медленно столичка будет расти. Так, а вот уже два жителя. Ну, и житель. Если житель, так я вообще буду доволен, потому что у меня сразу будет два и очень скоро и третий. Даже несмотря на малое количество еды, потому что, видите, один ход останется до роста, до второго жителя. А еда-то сохранится. Просто там потребуется больше. Так, культуру дали. Ну, наверное, надо традицию пробовать тут. А вон гэгэшка внизу. Да, ну, хочется, конечно, города рядом с горами ставить, но пока я не вижу. 75 золота. Отлично. Покупаем. С пшеничкой. А если я вот так... Один ход. Один ход, он хочет эту... Так, отлично. Я тогда куплю бизонов. Пока так, значит. Случайно кликнул. Ну, в принципе, у меня тут тоже Петра неплохая, да? Два, три, четыре, пять. Пять холмов. А вот эти уже не входят. Ну, вообще, такая средняя, я бы сказал даже, Петра. Женеву нашли. О, я сейчас пенсион приму. На вино. Найс. Это очень неплохо. Так, и покупаем вот эту клеточку. Две еды и производство. А вон у нас лошадки. Их, кстати, тоже надо будет прикупить. Так, давайте монумент. Блин, ну такие какие-то луга... А ты я выбрал? А это не я, в конце у нас снова. Пойду в плантацию. Так, кто-то нашел. Он, видимо, под Петру все-таки поставил. Да, и, кстати, поздравляю, мы без рестарта. Ура. К сожалению. Да не, нормально. Так, ну вроде вблизи никого тут не видно. Я понимаю, что я могу бесплатно получить монумент. И, ну, хочется быстрее традицию закрывать. Как ни крути. О, майнинг нашли. Это здорово. Блин, какие... Вот отсюда у меня будут снизу бегать ко мне постоянно варвары. Что, конечно, вообще нехорошо. Так, Монако кто-то нашел. До меня. Ну, хочется где-то вот тут на реке поставить город. Может, вот здесь. Надо сбегать вверх, посмотреть, нету ли кого-нибудь рядом. Потому что тут и, в принципе, и хлопок, и лошади. Так, тут на лошадей пойдет. О, перс. Перс, здорово. Привет. Ты справа откуда-то пришел или сверху? Сейчас я тебе еще не ношу. Подожди. А, я справа. Ну, я думаю, мы далековато тут друг от друга. Вот, тем более, вот это через сейчас горы увидишь, там они нас защищают друг от друга. Это я не увидел Сингапур. Слушай, Сингапур я первый нашел или ты его нашел до меня? Или ты еще не видишь Сингапур? Я, ты первый нашел. Ей. Так. Ну, давайте рабочего, как только до трех вырастет, начнем строить. О, блин, варвар. О, так тут слушайте, так тут вообще хороший город, вот сюда если ставить. Давайте мы через два города поиграем до Петры. Нормально. В общем, я сюда планирую ставить второй город. Это уже точно. О, Мерикос, это судьба, видать. Если Перс там далеко, тут у меня какие-то горы. Ага, понабрал. Вполне, вполне можно в традицию играть. Что там у Перса? Перс, а ты в волю, что ли, будешь играть? Я, нет. А что, у тебя до сих пор ничего не принято? Почему принято? Ну, я как-то быстрее тебя, хотя вроде никаких у меня. Или ты монумент не строил? Ты монумент не строил, я тебя раскусил. Амеликос, далеко ты отсюда? Ну, есть немножко. О, тут еще и предостаю. Говорю, ну, правее, правее. На кратер рейтенгуешь, нет? А? На кратер Баринджер рейтенгуешь, нет? Ты хочешь кратера я хочу лирея кратера поставить, он недалеко от меня. но не стоит. Но кратер в четвертом радиусе. перс. Так, все-таки, я видимо, меня слышно вообще. вот тут. Да. нет. Ну, если ты сейчас что-то говоришь, то сейчас тебя не слышно. Не говорил. перс. вот тут. Для меня просто перс ничего не отвечает. А я не слышал, чтобы ты им что-то говорил персу. Ты собираешься выше ставиться? Выше чего? Ну, у тебя тут город есть какой-то везде. Это моя сголица. А почему не устал? Я пока выше не исследовал, не могу ничего сказать. Ладно. Так, 8 ходов, да? Все равно 8. Ну, потому что вера, культура. Или купить клетку. Блин. А ты сам где выше меня находишься, что ли? левее, шире, правее. Главное, не забыть, когда поселенец построится, попереключать. просто же горы как бы ванделяю. Я не знаю. эффект кто-то встретил. Да, ну, придется следующие города сюда куда-то ставить, видимо. Ты на море стоишь? Второй город точно сюда. у меня нет. Вряд ли мне там кто-то помешает. как минимум, два хлопка у меня будут. Если ты хочешь, чтобы медь взять, то поставить. Не дотягиваюсь. Красно, между бэшками. И все будет четко. Драгоценностей? Я по морю буду селиться, но если ты поставишь под кратером, это очень близко. Это кто? Это америкос место? Это американец кельта? Ну да, но мне кратер не нужен. Ну там кто-то поставить. Кратер? Ну он тебе близко, да, я вижу. Но он мне не нужен. Так кратер он нужен. Ну да. Ну просто там помимо кратера греха, видишь, ползо этой кусты. В общем, надо когда-то бежать вот сюда смотреть. Я думал, пока двумя городами попробуем. Я все твои корницы вижу, Индонез. нету. Ну он поставь все, то есть висячие сады. Индонез, слышишь, не блядь, не доняй. Что это? Давай ты ниже гор не будешь ставить. Гор и города просто и все. Я тоже туда не пойду. Я только левее поставлю. Он левее на море, пожалуйста. Просто горы как бы естественная защита. Странно, кто ж Монако нашел? Где этот человек? Они же тебя, Вашингтон, есть что-то интересное? Ну вот ГГшик дофига вокруг меня, которые мне помогут развиваться. Ну там чудо какой-нибудь или ГГшки. Левее имеется ввиду на море где-то вот где пряности хочешь поставить что-ли или когда там полуостров А где мы встретились? Какие ГГшки нашел? Гонконг, Ифи. А, ну вот Гонконг точно. И где ты от Гонконга? Пяти клеток выше везде. Ну вот я кратер Беренджера еще вижу. Вы за него там что-то спорите, да? Да, ну вот справа от кратера Вашингтон в трех клетках. А вот я тебя вижу. Заходи в гости. так, я, наверное, дальше уже не пойду. А, нет, вот еще ГГшка надо встретить. Так, тут стоим, ждем, когда посел появится. А вот и немец слева пришел, что мне не очень нравится. Я подумал, там никого не будет. Ты главное у своего берега город поставь этот Индонес, а то ты можешь под меня тут поставить тоже вновь. у меня будет верхний берег. Хорошо, тогда. Там он, если что, заканчивается. тут полуостровок. Так, тоже в традицию Причер пошел. Ну, все в традицию вроде как. Так, соседи традиционные, это уже хорошо. А, вот Америка. Вот у Америки Петра. Америки даже не вздумай. О, Кельта Петра. А чем в Америке по холмам всего? Ну, и... Ну, почему-то холмы, а вот оазис, вокруг которого пустыня, что ему не хочется эти клетки получше сделать? Сверху получается Америка Кельт, слева Немец, справа видимо Перс и сверху Индонезия. Так, так, главное не забыть переключиться. То я такой Лучше тогда вино тут все-таки и культура и производство. Ого, Вашингтон пять жителей уже. Ничего себе. Мощно. Тут два оазиса коровка. Ну, да, да, я вижу. Ну, то есть вот это место мог бы американец занять, но он уже точно не успеет. Рекоса где ты будешь по берегу? Вообще не будешь сидеть? Да, но если ты не будешь между нами ставить город, это будет хорошо. Нет, я каким-то любом поставлю. не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, теперь. То есть вот тут между двумя пшеничками где-то поставлю. Там мель, пшенички задетали. Ну, это мы с тобой обсудили, да. я думаю, американцам хочется вот тут поставить, где... где... мне бы тут как-нибудь построить, не давай, нет. Слушай, американцы, я думаю, ты, наверное, хочешь поставить город, где вот этот лагерь варваров выше Монако, да? Да. Ну, я думаю, это не испортит между нами отношений. Ну, ты морская держава, я так понимаю, ты собираешься морскими караванами тут себе все отъедать. А ты где-то в районе левого хлопка, да, под горой? Да. А там получится, чтобы левее хлопка поставить на реке и под горой? Получится. Тогда это будет... Тогда это будет что? Чудесно. Так, возвращаем скаутов лечить. Рабочие 220. Надо у Монако спереть рабочего, к сожалению. Вообще, лучше, конечно, у Ифи, но его будет далековато везти. Поэтому придется у Монако. Так, этим и возвращаемся. через два хода возьму аристократию. неужели перс? И что перс собирается строить? Кто-нибудь нашел столицу перса? Нет. что-то что-то я теперь волнуюсь по поводу великой библиотеки. Вообще, конечно, по-хорошему, это надо одним городом все делать. ну, слушайте, я ж тут без этой Петры вполне могу обойтись, если уж так говорить откровенно. то есть эти клетки и так нормально будут работать. Правильно? А пытаться сейчас соревноваться нет. Знаете, что просто нет. жалко потраченного потраченных ходов, но разве собирается устроить? Развитие всегда лучше, чем ну, пусть все строят. Всегда лучше, чем чудеса. Конечно, когда чудеса на развитие, это да. поэтому я не буду брать аристократию. Давайте монархию. К счастью. Пока отойдем. Здесь надо с этим лагерем разбираться. Тогда в принципе можно третий и четвертый город быстрее строить и ставить. Надо вот эту местность исследовать. Тогда знаете, что нет? Тогда скаута и сетлера вот так мы сделаем. блин, вот лучник не в тему, честно говоря. Так, забыл мир с Монако заключить. Монако вполне четыре города на трех жителях в столице поставить. Счастье у меня есть. Раз, два, три ресурса. Тут посмотрим может и четвертый какой найдется. Вообще в принципе вот еще четвертый он конечно не в третьем радиусе, но рядом с ним никто город не поставит. то есть я вполне могу его использовать. Так. 8 а так 7 Сейчас я лошадок прикуплю и получу производство. Вообще конечно надо бы вот эту и вот эту клетку скупить. Особенно вот эту. Эта сама купится. А вот эту чтобы американец поставил город и ему этот хлопок не достался. Ну блин. Хотел же эту клетку в город взять. Что фига он на линии взял. Ладно. Так. 8 17 а так нет. Так. Тогда лучше оленей обработать. Давайте охоту откроем. блин. Вообще надо пшеницу обработать. Пойдем найдем где там немецы где нам еще города ставить. Ставить. что вот эта территория пока выглядит фигово. Честно. Ну вот тут могу я город познаю. Это хреновый город. Откровенно. Да блин. Ну вот с библиотекой я правильно поступил. Почему на них лучников фигачит? ёлки. Давайте наверное хлопок обработаем для начала. сколько у американца денег? Ну в принципе он может захотеть купить клетку 50. Так я там кому-то построил. Наверное тот по Петро Раш Ну Перс тот кто взял Пантеон на плюс 15 к чудесам. Да Перс построил. Че у него там крутая петка? Да блин. Ну вот снизу ко мне всегда будут варвары приходить. Это реально проблема. На троечку. Главное что там сейчас все трое сверх и с висяцками не бахнуло. А откуда тут немец пришел? Ну вот где можно поставить? Вот у горы например это конечно город без реки но зато очень неплохо стоять будет. Так давайте виселая края лучника забахаем. пока сучь доделаем. Не знаю как творится на висяцки сейчас по-любому Петра не могу. Раз он даже пантелон взял. Ну не надо загадывать наперед конечно. Викте может его понапрекайте петра хорошая ему сейчас явно не да а петра хорошая или никто так и не увидел столицу вот если ты меня наперегаешь там Америкоса Петру возьмет так что Америкоса возьмет Петру я вообще ничего не имею против у меня тоже петра на 3 4 холма так и все Америкоса нету Америкоса 2 холма не ну блин великая библиотека висячие сады Петра отличный город он одним городом Индонез надо его захватывать вот и я не буду строить что ты переживаешь нет но если понимаешь ради одной Петры играть такой пантеон что-то как-то не очень Я такой пантеон взял потому что ты тоже идешь Петру мне главное Петру у тебя увезти и все а не из-за того что я собираюсь в Моногород играть и все такое А что такое зачем ты у него собираешься именно чтобы у него Петру увезти потому что он пошел как бы от своего не взял ну получается от нет я лес не испытал но это американец нам может рассказать по поводу кельта я не увидел я только кельта границы вижу что немец не так все так немец не ты сверху что ли пришел думал ты слева где-то я слева не пришел так а что тут тебе проход что в две клетки какой-то куда-то или что где ты слева о еще и соль так может блин лишь мне поставить тогда ну вот тут в принципе вот сюда и до соли дотянусь и до оленей и до красителей и вино будет под боком и две овцы и оленей то есть вот сюда третий город надо вести блин это капец что варвары одолевают просто нещадно сочувствуем твоему горю ну на самом деле нет конечно я считаю так тебе и надо настрой так ну тут я все выкупил что мне требуется варвар два лучника от пеляли и варвар добил причем почти целого лучника так что дальше какой-то давайте железо парад неожиданности да ладно копейщик да что ж ты будешь делать так что они там за соль быть первым по культуре торговый путь найти земли Германии а Коломбо хочет храм Артемиды да но у меня так широко будут города стоять вот этот ну и четвертый видимо все-таки тут придется ставить я лучше места не вижу очень широко города но у меня есть эта возможность и в принципе ничто мне не должно помешать здесь кроме варваров ай-яй-яй у Гонконга берешь американец твой поселенец а куда он его ведет у него же там лагерь ну наверное в лагерь ведет так не она от него ведет перс не хочешь попробовать поселенцы забрать блин там я лагерь забрал поселенцы не забрали а вот чё она туда валят да видимо поэтому валит 1 заказе сейчас пойдет через мои земли то американец извиняй посел будет моим ничего личного только бизнес да но вот шестой циве кстати там еще хуже там если захватываешь поселенца то он поселенцам и остается баланс сидела там если вначале потерял посел от ну его сосед захватил поставил под тебя город то можно сдаваться чё там таки шестерку еще не сделали нормально что они сделали я не понимаю чем ты говоришь ты уж это нормально мне нравится куда этот гандон ушел не ругайся идет через сектуну реально сейчас просто забрать версии ты сейчас будешь атаковать эти точно войну объявлю как ты понимаешь тут есть жил другие желающие на этого посела а мне зачем он нужен я чё буду его вести не знаю я чё ты за ним идешь я там наверху потому что некуда уже идти до границы американца и все и тупик блин это какой-то просто капец надо было делать рестарт до его стрелял да там лёха его сам заберет а чё ну да мы же тебе ну может он не вернёт это зачем это мне чтобы ты потом поставил города вот он сказал ну извини и арбалетами пришел да например и куда пошел дальше вниз не надо не надо через меня войну и ходить я тебе буду убивать твоего копейщика так что у нас железом ну какой то есть не так чтобы много ну ладно ладно придет зима попросишь не а сказываешь ты знаешь у меня лёша ты забираешь нет этого рабочего так и не поднялся под моими городами столько снега персачу ты следишь за мной а ты же сидишь за мной я тебе говорю я не буду пробовать этого его ничего себе вот это подарок сделал благодарю как бы мне теперь отсюда выбраться ну а теперь можешь в принципе через войну благодарочка ну а чё ну то я получил я получу этого я шабот на обмен люкс какой-то рабочего через пару ходов будет катона нет вино да наверное пожертвую так уж и быть своим дуболомом но заберу этот лагерь да ладно долбаный варвар главное встал так что теперь его обстрелять не могу этим ходом ладно хрен с тобой я пойду дальше я прикосил когда на отменить что-то будет мне важнее поставить город пока нет давай мир перс ой перс американец так я тебе кинул или ты мне кинул в то же время защищай своих поселов полечи юниты там я не знаю как я защищал ну там просто я сначала копейщиком валил лагерь появился вот ровно я сейчас забираю лагерь появился юнит меня бахнул он там еле живой или убежал потом я вернулся с лучником их там уже толпа короче такой ряд случайностей которые ну вот эта проблема игры через традицию когда у тебя просто не хватает времени юниты в начале игры строить чтобы не было проблем с варварами там еще такая территория огромная на самом деле как я срываю могу что-то поменять не думаю что он тут убьет моего скаута выбирай так нужно караван наверно уже в столицу начинать думать жалко тут караваны как жалко тут караваны как в шестерке дороги не прокладывают так ну тут я поставлю город так тут я починил четыре хода что выглядит так что их у меня два он зачем это скоро появится какая разница ну разница в том что нет неужели два хода это так важно важно этот варвары осаждают не факт что появится обработаю дам тебе не обработаю не дам нет а вот это под вашингтоном это твоя столица уже ты кого спрашиваешь меня да нет это второй город петра сорок четвертых вот нормально перс да да так давайте-ка мы попробуем перехватить этого парня пускай лучше протоку скаута чем туда будет идти зачем так артемида полный балдио он наверно не строил библиотека и петра у перса артемида у немца артемида поля пошел нет традиция ну собственно я всех кого я вижу всех традиция только индонезийца не нашел да конечно все эти пляски сварают на тормозную сильно ну я надеюсь я тебе помог да ты мне очень помог потому что если бы я тебе не отдал я думаю для тебя бы вообще уже игра закончилась чего все чудеса строить я не понимаю нет смог и так городом поймать так вот тут тут же нету еще лагеря так ну четвертый город все-таки сюда поведем ставить как я и говорил не фонтан он будет но то есть он будет нормальный в течение какого-то периода игры то есть в конце он не сможет быть таким крутым как вот эти три мои города слушайте так а может тогда и не ставить его пока асуне сможет быть крутым или ставить но какая-то еда есть все-таки может погодить там сначала какой нацколледж сделать и давайте наверное рабочих я пока отложу строительство посела я вообще переключусь на рост плюс надо караван караван я наверное секту не сделаю хочу подумаю она все-таки нас колледж на трех городах ставить иначе грустно будет перца вообще нету ресурсов ричард расскажи почему тебе в играх постоянно старт на соли это что такое какие-то 4 или что бараж ванной костяк чё ты постоянно на соли начинаешь куриную косточки 4 соли 4 соли у человека я бы лучше обменял эту соль не зная на клетку рек линда как они достали то а и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тварина варварская Ладно, пойду бизонов тогда пообрабатываю Я амбар в Стокгольме построил Построил Ну, чтобы пшеница больше давала Амбарные ресурсы напоминают пшеницу и олени А, бананы еще, бананы Амбарные ресурсы напоминают ломен естественно грабить лошадей само собой а вот и данная припады так давайте глянем все еще один он петру значит уже берег с той стороны американец монаха там проходки пойдет вправо это находил ну там вниз еще сингапур потом горы потом перс наверное это получается залив такой потому что вот между монако там вот короче тысячи под увидел нет а ты ее не мог видеть аж американсом от четырех лет их оберег короче там шлепада суши его убил слава тебе господи так хельсинки вырос пожалуй все таки на производство так а давайте мы с американцем посольство попринимаем 51 ход религия ничего так там пустынки много боли о женевский раз люксом и обмен будут женевский пока нет рабочий ну при этом я его наверно себе возьму я не буду наверное потом будут дружить с женевым женевым просто новым в религиозно я не думаю что у меня тут хотя и все торговый путь хочет но сингапур уже со мной нет не слабо дружит блин шуши не тут фух и суд висячки не увидим лёша давай да что давай да не будет давай что давай да нет жаль попытка типа не пытка а ты этот под хельсинки лагерь уничтожил или пошел сейчас туда только что спасибо а то он утомил немец а что это у тебя тут забор от овцы и коровы и между ними пол еще раз овцы корова и между ними холмом работали я думаю что я где-то ходил через три туда 3 мая ладу снимешь где-то вот там ну как тут к нему пройти ты там выше даже я хотел что-то заселить и там сверху и там я через вот это море так нет давайте караман все-таки 12 ходов нормально чем не еще рабочий нужен чем больше работе рабочих тем лучше так скаут лечится в общем я играю тремя скаутами и лучником а чего все так утром и поэзии подписали аж этого человека я кстати ну я вообще за писателями честно говоря но я их возможно сейчас не построю я не хочу это объяснять так сектуна выросла да пускай овец обрабатывает и стокгольм 6 изолированные персы и индонезы хотят универа тоже 6 3 пойдемте искать немца а может все сразу или вашингтон против голеас и куда я имя попал ну все равно галиас лучше через философию ну так вот я не пойму а зачем в принципе там поэзии о американец явно не в драмой поэзию выходил так давайте-ка мы этих лошадей американец хельсинки переключить какую религию киндик какое кента то есть я все равно задавалю а у тебя тут пустыни куча у тебя мой конференции в принципе я не против и зачем тебе свою какую-то удобную основу вальки если все равно в принципе я не против если ты достаточно быстро мне пообещаешь принести то я закопаю своего пророка это я не знаю насколько быстро успею я там вот буду построить или нет потому что помещать блин у тебя немец там вот внизу шарич какой-то через одну клетку всего лишь проход какой-то прям я в тундре живу без лексов без них рена а и первый по всему ну ну классная сейчас я сбегаю посмотрю что там у него за это сбегай давай ты думаешь я не сбегаю я сбегаю вообще как бы юнитов бы поднастроить потому что чисто скаутами сложновато против всех этих ребят биться и и и и и и и и Ух ты! Странно, говорит, я нашел Германию, а где она? Просто юниты немецкие нашел. Саму-то Германию я не нашел. Непонятно. Постоянные юниты. Такое ощущение, как будто я против агрессивных варваров играю, а не обычных. Так, 3-4, а если так, 3-4 все равно. Все. Два хода до закрытия традиции. Кто-нибудь уже закрыл традицию? Нет? Никто? Ровненько идем. А, вот они. Ну, кстати, немец может вот тут поставить город. На самом деле. Ну и что, я только Гамбург увижу, и все, и дальше я пройти не могу. Ну вот, видишь Гамбург, там в тундре куча снег. Пока нет. Пока я вижу соль, железо. Железо в тундре. Ну, тем не менее. Так, Колумба. Начал ко мне хорошо относиться. Так, Монако хочет Парфенон построить, Сингапур денег, Ифе просто денег и караван. Гонконг шелк хочет. Индонесия, где ты вообще находишься? Проверили от меня. Это от того, как говорили. От американца. Да, не забыл. Ну, это так. Жест за 9, столь мило, американцы. Так, ну я думаю, можно будет уже строить поселок и моменту, когда он дойдет до нужного места. Это я построю уже нацколледж. Так, давайте, наверное, еще один караван сначала откроем. Угу. Скоро золотой век начнется. Все, пошли сектуну обрабатывать. Ну вот фиг ли эта тварь там появилась, а? Невозможно же играть. Вообще, немец вот тут может город поставить, как я и говорил. Ну, тогда мы, конечно... Не будем дружить явно. Блин, 21 счастье. Че-то... Че-то дофига. Следующим ходом золотой век будет. Слушайте, надо вообще в сады бы мне выйти на самом деле. Построить сады. Да, давайте я после сейвинга сады открою. А потом уже в деньги, в гражданскую службу. Потому что мне надо много этих великих людей, чтобы ГГшки союзить. Да, вот четвертый город совсем недалеко будет от меня. Ну, нету просто другого нормального места. Слушайте, может мне это тут поставить? Давайте подумаем, какое место лучше. Это или это? Так, караван готов. Давайте еще один караван. Кент, а любые у тебя есть какие-то ГГшки? Ну, смотрите, тут я ставлю, получается у меня соль, которую вообще и Хельсинки может достать. То есть, по-хорошему, не, но вот это место лучше. Это все-таки лучше. Оно фиговое, но лучше. Более того, наверное, сюда надо ставить. Раз, два, три. А я обойду, то будет левее. Да, я тогда до этого всего достану и пшеницы хотя бы. А я не видел, где тут пошло. Ну, лучник вот этот. Да, да, да. А идешь, если Эдинбок не выкупит клетки. Ну, значит, надо бежать. Хорошо, спасибо. Слушайте, ну, если я отдам этого рабочего, сколько будет давать? Слушайте, а сколько религиозные ГГшки дают веры, если в друзьях и в союзниках? Ой, там от Терры зависит. В начале три, по-моему. Три и шесть, потом четыре и восемь, да? Вот так, ладно. Не, я думаю, даже я союзником не стану. Рабочие в начале намного круче. Так что оставляю. Так, нацколледж через три хода начнем строить. Тогда International Epic, потому что он тоже дает прирост. А кто там сосед у немца? Ну, я. А я? Ну, во-первых, соседями нам все равно с натяжкой можно назвать. Я скорее сосед американца. А во-вторых, к нему проход две клетки через тундру и снега. То есть, кому интересно, вот кельты, американцы, в принципе, вы можете сбегать. То есть, вот если вы будете слева обходить, вот Иф, Иф вы нашли, да? Да. Вот дальше вниз бежите, по моим границам будете все время вниз, вниз, вниз. Там, где вы не можете границы обойти, вы будете вниз и дойдете до немца. Вы видите, как тут странно у него. Так, прикол в том, что немец подо мной. То есть, или карта там изъебается, потому что его стойки прямо подо мной. Под кем? Под Индонезом? Нет, под Кельтом. А, ну да. Я его встретил через год, он прямо подо мной. Ну, магично. Если он левее... А мы не понимаем, как он может быть твоим соседом. Ну, он... Так что, нет? Я скажу так, от моего города до... Ну, от границ одного моего города до границ другого его города шесть клеток. Но это не столицы, ничего. Ну, вот мне предлагают тут вставить, но я считаю, тут лучше. Причем я, наверное, вот сюда побегу. Потому что тут я хочу сделать... Ну, обработать краситель для счастья. Так. Надо было вообще, наверное, скаутом защищать, что-то зря я. Ну ладно, в следующем ходу тут поменяюсь. Ну и лучником обстреливать этого чувака, вот он. Верлин 10, Вашингтон тоже 10, вот пусть на море разбирается. Так они морскими караванами отъедаются. Ну да, аж колосс построил. Это нормально. Вот если бы они так 10 были, ну, не морскими караванами, тогда можно было бы вопросы спрашивать. О, чудо. Окей, ты, наверное, его не видел, да? Открывай оптику и здесь селит на левый остров. Я тебе советую. Ну, армию у них все, он на варварах набил. На Синай? Ой, что бы я не слышал. На Синай он тебя спрашивает? Да. А, туда проход есть? Или ты его увидел с краешка? Я там плаваю три джема. На это, походу, не остров. Что-то мне так кажется. Почти, еды 70 у немца. Ну, это морские караваны. Я не знаю, стоило ли Персу. Это тут звуобразная пангея. Персу хоть второй город-то поставил. Мне главное не бахнуть четвертый город до строительства нацколледжа. То я тоже частенько я таким занимаюсь. Теперь он стал лучника обстреливать, гаденыш. Так, переключаемся, мой отскорежь, заодно видите, сейчас лес вырублю как раз. Так, а кто религию оспоосновывал? Кельт, немец и кто еще? Индонез. Так, а католицизм это чей? Кельта? Кельт, не хочешь мне свою религию принести? Я буду так счастлив. Хочу, когда будет возможность. Всем хочу, учитывая, что у меня плюс 4 голды. Ну ты можешь в один город мне принести, у меня как бы и так вера капает, я смогу потом миссионеров сам покупать. Ты в один какой-нибудь занеси. А еще лучше эту построй. Барабудур. Ну, учитывая, что там кто-то в травму и поэзии нашел, я сомневаюсь, на что это такое бутылка. Так, может уже, скорее всего, дорогу строить? Уже видите, А9. Хорошо, что я немца не встретил. А сейчас он заражит эти универы, и все нормально. Мне не так страшно. Так бы я пугался. Да блин. Что ты моего... Лучнику убиваешь. Фига ты, дерзкий кельт. Че? Без сопровождения. Я только что отсюда ушел, тут знаю, что нет лагерей. Так, давайте действительно дороги уже строить. Кто-то мне подсказывает, он не про лагеря. Не, ну слушай, оборовать оселом в 66-м, как бы, это уже как-то... Ты с этого ничего не получишь, а вот если человек зала память, и потом все, он не будет с тобой приедеться. О, Индонез, здорова. Здорово. Все, я всех встретил. Можем конгресс открывать. Поехали в конгресс, парни. У кого какие ресурсы будут двойные? Когда-нибудь? С кем торговать вообще? К реальности, к реальности будут. У меня серебро будет. Ну, в общем, я готов на хлопок менять. Так у меня есть папок. Ну, еще Индонез с тобой. Ну, попозже. Ну, и я, да, хлопок еще не обработал. Ну, в принципе, старт неплохой. Надо теперь воспользоваться. Воспользоваться. Типично традиционная игра. Все играют через традицию вообще. Посмотрим, как оно пойдет. У меня минус, что города далеко друг от друга. Кстати, мне непонятно, что следующее... Ну, видимо, патронаж. Раз у меня ГГшки будут в союзниках. Ну, вот и куда он сейчас пойдет лошадей грабить, что ли? Так, значит, не забываем, что город мы не ставим. Ну, что же, стоял-стоял, бомбил моего скаута. Чего он решил перестать это делать? Там у немцев-то армия все растет-растет. Соседи бы поостереглись. Ну, а сколько соседей там не особо? Ну, я очень заранее увижу, когда он на меня пойдет. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что у него растет за счет лагерей, скорее всего, варварских. Ну, во всяком случае, начально точно за счет этого было. Да-да, успокаивайся. Байтит на строительство армии вас, парни. Не, ну а почему ему там не походить, да, не пособирать, например? Судя по тому, что у него 618 золота, я думаю, что он как раз да не собирает. То есть, может выйти в каких-нибудь армию, апнуть его и быстро к кому-нибудь прибежать, да. Ну, опять стал скауту мочить. Так, если я караван запущу в Стокгольм, насколько высока вероятность, что этот парень может его разграбить. Блин, давайте мы тут юнит какой поднастроим лучше. Эти варвары реально напрягают. Здорово, кельт. Уйдешь, кель-раба. Вообще, конечно, желательно не тут стоять, вдруг немец решит, что пришли к армии. 32 тысячи. Ну, 32 тысячи – это... Не такая уж и большая армия. У меня маленькая, я просто тупо, потому что у меня сплошные скауты. Оракул, нормально. Вот тебе, Оракул. Так, ну я первый в Средневековье вышел. Я вышел первый в Средневековье. Кельт, ты ко мне пророком что ведешь? Нет. Когда? Когда, у меня тысячи звери в ход, конечно, когда. Сколько? У меня есть шесть. Чего так мало? Где-то я все делал. Они не обрабатывают лет и пушки. Они не будут обрабатываться, когда я в госслужбу выйду. И буду эти секунды обрабатывать. Я так. Зачем? Так, два хода. Блин, как мне этого долбанного... Сейчас золотой век закончится. Явно все... Деньги в минус, скорее всего, уйдут. Но я дороги закончу, и все будет норм. Так, а что ГГшки хотят? Парфенон, железо, торговый путь, инженера и медь. Огорода, сахар, красители. Красители я сейчас добавлю. А вот что насчет сахара и меди? Что там у людей есть вообще в загашнике? Медь у кельта, сахар у перса. Что мне важнее? Медь, коломба. Ну, счастье у меня есть. Значит, сахар. Значит, сахар. Не, плюс три пошло. Значит, пока нормально. Три. Раз, два, три. Лучше, наверное, так дорогу проведу. Тем более, у меня тут уже рабочее вино обрабатывает. Ну вот, видите, зато два хода осталось. Сейчас надо на производство переключиться, чтобы за один ход все-таки колледж добить. Производство, 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 производство. Так, придется этих лошадей позаимствовать. Блин, все еще два хода. Да ладно. Один, слава богу. Слушай, перс, мне у тебя сахар нужен. Ты хочешь? Посмотри, какие вот у меня ресурсы. Может тебе какой-то из маяцкой ресурсов? Ну, типа один на один поменять. Если вино есть, могу поменять. Есть вино. Давай. Отлично. Это здорово, потому что я-то вино сейчас обработаю, и у меня, то есть получается, я чую счастье буду получать с этой сделки. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.